Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! А утро действительно доброе, потому что... Не, Бавона это отдельно. Потому что Британия вслед за Соединенными Штатами Америки... Ну, англичане же не могут, что Штаты Украины поставляют огромный пакет военной помощи. О нем я еще расскажу. Будет сумасшедший пакет по объемам. Но Великобритания это все-таки, понимаете, прародительница. И от нее очень много зависит. И они не могут себе допустить, что Америка передает Украине целую гору вооружений. А Великобритания, мол, останется где-то там сзади на задворках. Не, у англичан такого не бывает. Они если уже дают, так дают. Да. Так вот, друзья мои. Великобритания сегодня объявила о крупнейшем за всю историю пакете военной помощи Украине. Более 500 миллионов фунтов стерлядей. Это много. Это где-то в долларах, ну я так прикинул, порядка 617-620 миллионов долларов. В зависимости от курса. Это один только пакет очередной. Да. Давайте посмотрим, что же Туманный Альбион, так сказать, передаст нам, чтобы мы Путину всунули это дело в такое место, чтобы у него и плеш отвалилась с другой стороны. Итак, друзья мои, Украина получит 60 лодок, ну не моторных вот этих вот простеньких, а специальных морских лодок. Я напомню, что англичане занимаются нашим флотом, точнее нашим москитным флотом и нам нужно то, что они передают. Это рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки. Какие именно, что, как не уточняется и не надо. Скажу, что у нас довольно много и обширно используются десантные катера производства Германии, производства Великобритании. Вот будет еще 60 штук, но тут не только десантные, мы прекрасно видим, что тут еще и катера для водолазов. Но это прежде всего для разминирования, возможно для высадки где-то десанта и так далее, и так далее. Используются в разных вещах, морские пушки, есть морские пушки, тут и коню понятно. Дальше, более 1600 ударных и противовоздушных ракет, это ракеты ПВО. И ракеты, что такое ударные ракеты, мы используем, например, очень серьезным образом английские ракеты против различных РЭБов. То есть, это ударные ракеты, которые, например, находят РЭБ, самостоятельно выпустил и забыл, и она находит источник излучения, четко по нему попадает. Радиоизлучение, конечно же, нет какого-то другого. А также сюда входит в этот пакет дополнительные ракеты большой дальностью Storm Shadow, которые так любит российско-фашистский Черноморский флот. Он просто ушами начинает хлопать на затылке, когда к нему летят ракеты Storm Shadow. Они просто визжат от большого удовольствия при получении этих ракет Украиной. А потом, мы же не жадные, вы же поймите правильно, мы всегда это все отдаем России. Ну, конечно, только получились, сразу фиу и ракета уже летит к ним, чтобы им не обидно было. Дальше. Более 400 единиц бронетехники. Нормально так, да? 400 единиц бронетехники. У Путина при этих словах уши связались, да? Узломы. Не хотят развязываться, потому что им грустно. У него столько нет. Из них 160 защищенных транспортных средств Хаски. Ну, Хаски это, как вам описать, это двухосный броневик, который англичанами очень серьезно использовался в Афганистане. У нас тоже такие есть. В использовании с 2007 года. Броневик похож на нашего, ну так, ориентировочно, очень отдаленно. Это покрупнее нашего Дозор-Б, типа новатора, вот такой величины, здоровая дура. В принципе, это разработка американской компании International, а Хаски это вариант этого броневика. Кстати, да, у него хорошая противоминная защита. Это для специально приспособленной, о, кот не даст соврать, под требования британской армии. Значит, 160 бронированных средств Хаски, 162 других бронемашины, 78 вездеходов. Вот, ну это то, что, как говорится, конкретизируется. Кое-что не конкретизируется, да. Что за вездеходы, кстати, хороший вопрос. Мы не знаем. Ну, узнаем позже. Дальше. И туда же входит 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию. Напомню, что Британия, страна НАТО, у них калибр НАТО и все вот это. Соответственно, у нас сейчас очень много к нам поприезжало стрелкового оружия, которое калибра НАТОвского. И, соответственно, вот эти 4 миллиона боеприпасов будут самое то. Тоже не будем жадничать, немедленно отправим их расистам, которые пришли, видимо, в поисках тех самых боеприпасов. Вся бода Украина. Ждем пакеты из Греции, ждем пакеты из США. Сегодня будет масса новостей.